И я сегодня хотел бы говорить на очень такую важную тело, тему, проповедь моя, если как-то ее назвать, будет называться «Великое приобретение». И я хочу, чтобы мы прочитали пару мест Писания. Это первое послание Тимофея, 6 глава, 6 стиха и ниже. И там написаны такие слова. «Великое приобретение». Скажите вместе со мной. «Великое приобретение». Аминь. «Быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в этот мир, и явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание одежду, будем довольны». Еще одно место Павел пишет филиппийцам, 4 главе, 11 стихе. «Говорю это не потому, что нуждаюсь». И дальше он пишет. «Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». И дальше он говорит, умея жить в скудости, умея жить в изобилии, научился во всем насыщаться, терпеть голод, быть в обилии, быть в недостатке. И заканчивает он словами «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И интересно, что Павел поднимает, если вы смотрите, никакие другие служители не поднимают эту тему. Ну и Павел, конечно, львиную долю, вот мы сейчас пользуемся, его послания были написаны именно Павлом. И Павел, он в общем-то обращается к церкви, но в то же время у него такие пастырские или как бы лидерские послания, где он учит нас чему-то. И вот он говорит, что две вещи, которые он подчеркивает. Во-первых, он говорит, это великое приобретение. То есть, другими словами, это что-то, что мы можем приобрести. И второе, это, он говорит, я научился быть довольным. То есть, это не что-то, что, ну так естественно, что ли. Некоторые люди думают, что довольство – это естественно. Но на самом деле недовольство – естественно. Мы по жизни недовольны. И вот он говорит, мы должны научиться, вот этому вот великому, ну как бы научиться быть довольным. Мы должны приобретать какие-то вещи. И кто-то приобретает там дома, кто-то приобретает машины, там поля приобретает. Может быть приобретает там, не знаю, там, может какое-то золото там на себя пытаются одеть. Кто-то одежду там приобретает, считает в этом смысл жизни. У каждого своя какая-то философия есть. И иногда, ну там, особенно кто покупает, он говорит, вот ты, сейчас вот я прям хорошую машину такую приобрел. Он все вокруг машины у него строится. Кто-то приобретает навыки. Согласитесь, навык – это отчасти даже лучше, чем какое-то физическое приобретение. То есть, поэтому вот родители как-то стараются, вкладывая в своих детей, они стараются дать какое-то образование хорошее, чтобы это потом в жизни пригодилось. Ребенку раньше там отправляли к подмастерии учиться и так далее. Сегодня что это? Ну, навык вождения на машины, да, это дополнительный язык. Это определенный навык, который нам, ну, в жизни может пригодиться. Опять же, есть навыки, которые, ну, ни к чему нас не обязывают. Допустим, ну, научился бы я стоять на голове. Ну, и как мне поможет этот навык? То есть, ну, могу встать перед вами на голову пару раз и вот, ну и все. То есть, а дальше куда? Ну, он никуда не годный. Так вот, посмотрите, он говорит, великое приобретение. То есть, он не просто говорит, это хорошее приобретение. Он говорит, великое приобретение, быть благочестивым и довольным. Вот эти вот две вещи, которые вы можете приобрести по жизни и которые помогут вам состояться как людям. То есть, это быть благочестивым и довольным. И, кстати, вот эти вот две вещи, они между собой связаны. То есть, благочесть, удовольство и радость. Я не видел ни одного человека, который был бы недовольный и радостный. Ты видел таких людей? Ну, конечно, если ты недовольный, ты и недовольный. Но Писание говорит, благочестивым и довольным. И нам нравится с такими людьми. И потому что недовольство – это форма ропота, форма бунта против Бога, если хотите. Конечно, если это так глобально смотреть. Понятно, что недовольство – это недовольство. Это может быть первая реакция на что-то. Это может быть нам по природе, ну, просто вот, ну, мы привыкли быть недовольными. Ну, этому не надо учиться. То есть вот быть довольным – это не имеется в виду, что тебя, когда похвалили на день рождения, тебе добрые слова говорят, ты стоишь, продолжайте говорить, аллилуйя. И ты доволен такой. Нет, недовольство – как образ жизни. Я сейчас говорю немножко о другом виде довольного. Когда человек по жизни доволен. Не просто когда его хвалят, когда ему дают что-то хорошее, когда его там повышают на работе, он доволен. Ну, просто вот доволен. В обыкновенной ситуации, что-то произошло, мы становимся недовольными. У меня сын, когда был маленький, ну, может быть, там, не знаю, ну, в садик он ходил, может, там, 4-5 лет ему было. И он любил, когда я его забирал, и мы пешком шли домой. Почему он любил? Ну, потому что на пути у нас было много ларьков. То есть, и вот он, пап, всегда, когда мы проходили, он говорит, да, пап, давай посмотрим, что в этих ларьках. Что там смотреть? Я знал, что там есть в этих ларьках. Ну, понятно, что он меня обманывал, типа, таким образом. То есть, ну, и мы подходили с ним к ларьку, и он смотрел, говорит, папа, купи мне вот эту вот, вот эту купи. Ну, и там, в зависимости от состояния моих денег в кармане, то есть, мы или покупали эту, или я перефокусировал его взгляд на более лучшие вещи, ну, для меня дешевле которые, то есть. Ну, как-то мы покупали, и он такой счастливый, папа, спасибо. И я чувствовал себя почти как Господь. То есть, ну, и мы идем дальше, то есть, и там, ну, ребят, вот эта радость, она до следующего ларька. Вот правда, то есть, как только мы подходили к ларьку, он говорит, давай посмотрим. Я говорю, сынок, мы спешим, надо. Он говорит, нет, просто минуточку, мы посмотрим, что в этом ларьке есть. Ну, это открытый, сейчас, ну, почти все в магазинах. Ну, раньше ларьки они стояли везде. И мы подходили к следующему ларьку, и он говорил, папа, а купи мне вот это вот. Я говорю, сынок, я же тебе купил уже. Он говорит, а что, говорит, только одно можно покупать? Я понимал, что он где-то прав по жизни, то есть, ну, как бы, что можно и не одно покупать, можно и два, и три покупать. И я ему снова покупал. Подходили к третьему ларьку, эта история повторялась в ноль. И он начинал, и я говорю, нет, все, мы идем. И я забирал, говорю, давай, идем домой, все. И он идет по дороге и плачет. Я говорю, ты чего плачешь? Он говорит, я говорю, ты чего плачешь из-за того, что я тебе купил вот эту штучку? Он говорит, нет. Я говорю, тогда ты плачешь из-за того, что я вот эту штучку тебе купил? Он говорит, нет. Я говорю, тогда из-за чего ты плачешь? Я плачу из-за того, что ты мне не купил вот эту штучку. поймите, то есть и мы по жизни, то есть Бог может нас благословлять сколько угодно, но иногда что-то не происходит так, как вот нам кажется, то есть, ну вот кажется, что так должно произойти, и когда это не происходит, мы просто вот, ну как бы, мы недовольствуемся. Есть, конечно, люди по жизни недовольные, то есть это, я не знаю, притча, это правда про одного, про двух братьев, христиане, они жили рядом, ну это деревня, все, то есть и вот один год уродилась, уродилась плохая картошка, и вот они копают, каждый на своем огороде, и этот вот недовольный, он говорит, смотри, какой год, и вот урожая нет, и картошка не уродилась, ну ее скрипит, и скрипит. Ну второй брат, он такой более жизнерадостный, он говорит, да слава Богу, что она вообще уродилась-то, ну ты что, ну не остались же вообще ни с чем, ну есть какая-то картошка, он говорит, плохо, все, ну проходит год, через год, на следующий год, ну большой урожай, просто реально большая картошка родила, и все, И вот они копают, но этот-то брат вспоминает, что тот скрипел в прошлом году, он говорит, ну вот смотри, в прошлом году, ну в этом году, смотри, как Господь нас благословил. Тот копает, смотрит, ну как бы аргументировать, видать, нечем было у человека, он говорит, все равно плохо. Брат говорит, да как плохо-то, смотри, какая картошка. Он говорит, свиней кормить нечем. То есть, и вот знаешь, это, когда мы говорим о недовольстве, друзья, это состояние души, это не вопрос, не вопрос, что у тебя чего-то есть или чего-то нету. Это может быть, ну просто, ну как бы произойти, потому что ты не так ожидал, как вот хотелось бы. Это может даже хорошее благословение, но просто ты не ожидал так или ожидал по-другому. Иона, помните, да, то есть Бог его посылает в Нинею, сокращая историю, он проповедует три дня, потом садится там, сидит на этой, на горе, на какой-то подсмоковнице или под чем-то там, и ждет, когда фаер-шоу начнется. То есть, ну как бы, проходит день, а там люди каяться начались, помните, да, то есть три дня, там весь город в посте, там свиньи в посте. Ты представляешь, если свинью три дня не кормить, то есть, ну, это языческий город, там свиньи постились тоже, ну как бы. И там, понятно, вопль к Господу, и Господь жалился. И он начинает претензию, Господи, а зачем я вообще сюда ходил? Он говорит, ну как там, город покаялся, все такое. Он говорит, так я так и знал, смысл мне было сюда ходить. То есть, поймите, то есть, результат это хороший. Он объясняет, что там, я хотел спасения людей и так далее. Понятно, что он там, ему пример привел, когда там поточил там червь, дерево и так далее. Но, тем не менее, просто он не так ожидал. И я как-то одно время пользовался телефоном Samsung. Это мой выбор сознательный был. Это где-то я пятерку оставил iPhone и ушел в Android. То есть, жил в той области, это две области такие, если кто понимает, о чем я говорю. И вот у меня Samsung, хороший Samsung, глючить начал. Ну, экран тухнуть начал, там все такое, в самый неподходящий момент времени. Сегодня же мы без телефона жить не можем, правильно? Кто-то ушел из дома без телефона. Жизнь остановилась, телефон дома забыл. Вспомните отцов наших. Они уехали месяц от невестей, ничего. Как он там? Да кто его знает? Ну, сейчас ты на полчаса телефон забыл дома. Ну, ты чего? Я однажды, знаешь, мне чуть инфаркт не хватил. То есть, я в Москву, ну, там много городов объезжал. И уехал, приехал в аэропорт, меня Александр отвозил. И он уезжает, и я спохватываюсь, ну, а у меня телефона нету. А мне же плохо, то есть, Москва, меня там встречают люди. То есть, я должен позвонить, они подъехать должны. Мне же нехорошо. Я думаю, что делать? И один номер, который я знаю, это пастор Василия. Вот я не знаю ни одного номера, ни жены, никого. То есть, ну, как бы, чувствую, один спаситель у меня остался. То есть, ну, я думаю, ну, что делать? Я с Сашем тоже телефон не знаю. То есть, если бы меня Василий отвозил, еще. Я понимаю, что здесь и самолет, и не успеют, все. И знаешь, ну, первые 20 минут я просто жесткий стресс пережил. То есть, ну, я башмандража. И я потом успокоился, думаю, что я гоню-то? Ну, вообще, надо расслабиться, все. У меня же есть iPad, где все контакты, есть телефон. Ну, попрошу у кого-то телефон позвонить. Ну, в общем, помолился, Господи, встречай, все там. Там, смотрю, Артур Гукасян сидит. Сам Господь его послал мне навстречу. То есть, и все, и мы с ним прилетели. Я позвонил с его телефона и так далее. Ну, сам факт, что вот, ну, вот. И вот у меня также телефон начал глючить. И я думаю, ну, надо какой-то смартфончик купить. Ну, чтобы он купил Мейза. Кто не понимает, не надо понимать. То есть, ну, как бы, такой есть смартфон. То есть, купил Мейзу себе. Ну, а он живет своей жизнью в Мейзе. То есть, ну, как бы, ну, моя, по крайней мере. Может, ваша нормально живет. И вот он там, то он у меня грелся, то там еще там с программами, с каким-то отказывался работать. Я пытался ему объяснить, что он должен работать. То есть, ну, в общем, занимало это много времени. И моя жена, то ли она прокляла эту Мейзу, то ли я. То есть, я не знаю, кто ты. То есть, она говорит, купи нормальный телефон, перестань мучиться. То есть, что ты сидишь с ней? Я говорю, тебе какое дело? Вот у нас есть отношения с телефоном, не мешай нам. То есть, ну, как сейчас же Сири там разговаривает. Вон, Тихонов, помню, Олег. То есть, он, Сири, ты веришь в Бога? Сири говорит, наверное, не по назначению вопрос. Он говорит, нет, ты скажи мне, ты веришь в Господа? Сири говорит, вам лучше с кем-нибудь поговорить на эту тему с другим. Ну, и лучше с человеком. То есть, она ему объяснила, что это как бы не ко мне вопрос. И вот эта Мейза, то есть, я ее пытался приручить. И вот мы где-то в поездке были. И мы выходили из машины, и Надя потянула сумку. И Мейза моя на асфальт упала. То есть, ну, упала, подымает, говорит, Мейза разбилась. Я говорю, ты что ее так обзываешь? То есть, ну, как бы, это телефон, что он Мейзой-то стал? То есть, ну, я там в голове думаю, ну, ладно, ну, он как бы работает, но весь в трещинах, в паутине. То есть, там, и думаю, надо что-то действительно покупать. Ну, и думаю об одной модели Самсунга. То есть, ну, как бы, думаю, наверное, ее или там еще, может быть, какие-то варианты. Я вообще не думал на айфон, то есть, я с него ушел и пытался не возвращаться на него. И приезжаем туда, она позвонила Паше. Паша, там, купил телефон, айфон. Ну, и все, я приезжаю, она мне дает, говорит, не мучайся, звони. Я сижу с этим телефоном. Она говорит, ты что, не рад? Я понимаю, я должен рад, то есть. Я говорю, глупая ситуация, но не поверишь, я не радуюсь. То есть, я понимаю, что это хороший подарок, но я не радуюсь. А в чем проблема? В том, что мои ожидания были совершенно другие. В любом случае, я бы покупал телефон, но я бы купил тот, который я думал, что я куплю. А мне дали не тот телефон, который я думал. Вот и все, вот в этом разница. И иногда вот оно недовольство, и я не могу быть довольным. Тебя благословили, хорошо благословили, а ты недоволен. Почему? Ну, потому что тебя благословили не тем, чем... Ну, я вообще на благословение не рассчитывал, но тем не менее. То есть, это может быть вот на ровном месте, поймите, недовольство. Но это часть нашей природы, хотим мы или не хотим, и с этим просто нужно разбираться. Если мы думаем, что, ну, как бы мы довольны будем, ну, когда у нас будет много денег, это тоже неправда. То есть, некоторые думают, что нехватка денег решается большим количеством денег. Да вообще неправда. То есть, в Америке провели, не провели, а как исследование провели среди людей, которые стали мгновенными миллионерами. То есть, ну, выиграли какую-то огромную сумму. И оказалось, что 90 с чем-то процентов, ну, на самом деле, только один человек после того, как он получил эти деньги, через пять лет жил лучше. Все остальные жили в гораздо худшем состоянии. То есть, а некоторые растратили так быстро деньги, что даже не успели налоги заплатить со своих выигрышек и попали под суд. То есть, ну, представьте, то есть это, ну, ты скажешь, ну, как так такое может быть? Да очень просто, очень просто. Если перевести на наши деньги, если ты, ну, вот, обыкновенный человек, где-то зарабатываешь, ну, среднюю статистическую зарплату, представь себе 100 тысяч рублей. Ты скажешь, ну, не могу вообще представить. Это не касается тех, у кого есть 100 тысяч рублей. То есть, ну, 100 тысяч рублей – это довольно большая сумма. 100 миллионов, что я говорю, то есть, 100 миллионов рублей. Какие 100 тысяч? 100 тысяч – нормальная сумма, да, в принципе, укладывается. Ну, 100 миллионов рублей. Вот подумайте. То есть, здесь можно и машину, и квартиру купить, и одеться, правда, идти есть по-другому, и попутешествовать по миру. А деньги-то потом та, ты привыкаешь к чему-то хорошему. А деньги – и закончились. И ты потом вспоминаешь, как ребята, которые в центре служили, а потом бросили. Вот я в свое время служил. Ну, а сейчас что? Служил. Поймите, то есть, и как бы получается, как некое разочарование. Некое разочарование. Поэтому, к чему я это все рассказываю? Что мы не можем восполнить свои нужды большим количеством дней. Точнее, нужды можем, но это не удовлетворит. Этому нужно научиться. Этому нужно научиться воспринимать. И интересную вещь, которую я увидел, что недовольство – это является матью многих пороков в нашей жизни. То есть, она производная. Из недовольства выходит зависть, из недовольства выходят траспы, из недовольства выходят какие-то еще вещи. Иаков в 3 главе, в 14 стихе пишет. Но если в вашем сердце, обратите внимание, это находится не снаружи, не во внешних обстоятельствах, а внутри. Вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Или дальше написано. И где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. То есть, сварливость – это форма недовольства. И как я уже сказал, апостол Павел говорит, что это приобретение. То есть, великое приобретение. Это можно приобрести. В другом месте, он говорит, этому можно научиться через какие-то вещи, которые происходят в нашей жизни. И я дам вам несколько советов. Вы можете их применять в своей жизни, чтобы каким-то образом, ну как сказать, выйти за рамки вот этих недовольств. Вот. Номер один – это никогда не сравнивайте себя с другими людьми. Не просто себя с другими людьми, а то, что есть у вас и то, что есть у других людей. Согласитесь, всегда будут люди, у которых будет больше, чем у вас. И всегда будут люди, у которых будет меньше, чем у вас. У людей, у которых будет лучше, у кого будет хуже. Но Бог что-то дал нам в нашу жизнь. Это нельзя сравнивать с служением. Ну, вообще ничего не. Потому что Бог что-то дает нам. Поэтому в Висянам 5, 25 написано. Мужья, любите. Чьих жен написано? Кто-нибудь помнит? Написано, своих жен любите. То есть, другими словами, ну, соответственно, у жен есть свои мужья. Дальше 1 Петра 5, 1, 2 написано. Пастыри ваших умоляю. И во 2 стихе написано, спасите Божье стадо, какое у вас. Посмотрите, есть определенное стадо, которое Бог доверил вам. Какое-то служение, которое Бог доверил вам. Это касается финансов. Это касается абсолютно всего в нашей жизни. То есть, как только мы начинаем сравнивать, мы попадаем, ну, как бы, это форма суда, если хотите. То есть, мы начинаем рассуждать. А почему у него вот так, а у нас вот так получается? И в Библии есть одна история, которая показывает нам... Я до сих пор до конца не понимаю, почему в этой Библии именно так поступает хозяин или человек, который нанял работников. Но, тем не менее, в конце нам дается ответ, что же происходит вот в этот момент. То есть, это человек, который нанял работников. И вы помните, одного нанял, договорился с ним за динарией в начале дня, там, с утра самого. Второго нанял где-то в обед. Третьего нанял где-то в 3-4 часа. И последнего, мы видим, нанимает фактически за час до окончания работы. И вот потом он зовет их и начинает расплачаться. Вот я думал, когда я прочитывал первые разы, думаю, что он творит-то вообще? Ну что, он не знает принципов элементарных. Вот я бы рассчитывался, я бы позвал человека, который нанял первым. То есть, сказал ему, вот твой динарий, ты целый день работал, молодец, давай, иди дальше. Потом бы позвал другого, другому отдал. И сказал, давай, иди домой, и вообще не надо тебе видеть, что дальше происходит. Но он начинает с последнего и делает это публично. Зовет последнего, который работал час, дает ему динарий. Человек берет динарий, но он радостный, представь, то есть час работал. Потом зовет человека, который в 3 часа пришел, дает ему тоже динарий. Тут уже вопрос у обоих, почему динарии? Вроде работали раньше, разное время. Понятно, что это притча, это спасение, но тем не менее она показывает некоторые принципы. Ведь заканчивается, что она интересная, умозаключение. Потом зовет того человека, которого в обед нанял. И ему тоже динарий. Последний уже стоит и думает, а что же сейчас произойдет? Неужели динарий, как всем? И зовет последнего, и ему дают тоже динарий. Интересна реакция людей, которые получили деньги. И получив, стали роптать на хозяина дома. То есть это не один, это не первый, это группа товарищей. И говорили, эти последние работали 1 час, а ты сравнял их с нами, перенесшись тягой дня и зной. Вы помните, что он отвечает, я не буду зачитывать? Он к первому обращается. Друг, я с тобой за сколько договаривался? Он говорит, за динарии. И вот беда как раз здесь была. То есть ему дали столько, за сколько он договаривался. Но его беда в том, что он посчитал, что ему должны дать больше. Это просто его предположение. Но интересно, что и когда ты начинаешь вот сравнивать, у тебя появляется своя какая-то шкала ценностей. Но интересно, человек, который раздавал им эти деньги, по-другому это назвать нельзя, да? То есть у него была какая-то своя, своя система ценностей, своя система оценки. И дальше он говорит, посмотри, разве я не властен в своем делать, что хочу? То есть я с тобой обязательства выполнил, не могу ли я сделать для другого? Или глаз твой завистлив от того, что я добрый? Он говорит, послушай, это по моей доброте. То есть я вот поступил с ним так же, как с тобой. С тобой по закону, с тобой по доброте поступил. И интересно, что он говорит, что глаз твой завистлив. То есть оказывается проблема, она находится внутри нас. И это касается не только финансов, как в данной истории. Иногда это касается нашей какой-то позиции. Нас где-то недооценили, где-то поставили. Когда люди приходят вместе служить, этот раньше начинает духовно расти. Человек говорит, а почему его, почему не меня? То есть начинается некое сравнение. В Библии есть одна история. История записана во втором царе в 17 главе. Там был такой Ахитофел. И с его мнением считались, как с мнением Божьим. То есть он давал какие-то советы. И вот когда начался бунт, он стал на сторону сына Давида, Весолома. И он начал его поддерживать и давать советы. И довольно дельные советы давал. И вы помните, Давид там находит Хусию. Такой был один друг, который пришел к Давиду. И он говорит, я с тобой. Давид говорит, иди попробуй разрушить совет Ахитофела. И он приходит, и один дает совет, что пусть 12 тысяч пойдут. А Хусия говорит, ты должен, царь, пойти полностью и воевать против него. И когда с советом Ахитофела не посчитались, интересно, как он заканчивает. И это второй царь, 17 глава, 23 стих. И увидел Ахитофел, что не исполнился совет его. Оседлал осла, собрался и пошел в дом свой, в город свой. Сделал завещание дому своему. И удавился, и умер. Ты скажешь, ну как это глупо, вот взять так вот, закончить жизнь, самоубийство. Друзья, когда приходит зависть, Писание говорит, где зависть, сварливость, там все неустройство и все худое. То есть это демоническое вмешательство. Человек не может мыслить правильно. То есть когда ты в обиде на кого-то, ты не можешь адекватно воспринимать ситуацию. То есть когда ты, ну у тебя точно так же, когда ты влюблен в кого-то, ты не можешь адекватно оценивать ситуацию. То есть это измененное сознание. В обиде то же самое. И люди начинают закусываться и начинают делать какие-то дела, которые вообще против них. То есть ты думаешь, как он так мог поступить. Это же вообще, ну против него. Это даже ему не на пользу, в ущерб ему. Он все равно поступает. Почему? Потому что это бесовская зависимость и демоническая зависимость. Посмотрите, Бытие 4 глава, 3-8 стих. Самое первое разделение, ну или как бы первое убийство, первый такой жесткий грек, да, который происходит, это убийство одного брата другим братом. То есть что мы видим? Два брата приносят жертвы. То есть я, давайте, прочитаю. Спустя некоторое время, это 4 глава Бытия. Спустя некоторое время Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель тоже принес от первородных стадоса его и от тукой. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. И Каин сильно огорчился и поникло лицо его. Дальше мы видим, что Бог вмешивается в эту ситуацию, пытается разговаривать с Каином. Ну что происходит? Если вот перевести на наши рельсы, как-то, чтобы понятнее было. Два брата начинают служить одновременно. То есть и делают, это мы не видим, что их заставили это сделать. Каждый это делает, вот просто решил что-то сделать доброе для Господа. То есть принести жертву. Один приносит, другой. Каждый приносит так, как понимает. И почему-то Бог на одну жертву смотрит, а на другую не смотрит. Я не пытаюсь сейчас разобраться. Но у меня вопрос. После того, как Бог принимает одну жертву, ты почему расстраиваешься? То есть, потому что, ну допустим, два брата начинают служить, и один вдруг, почему-то его раз повысили. То есть, или куда-то поставили в другое служение. Ну ты же начинал служить, ну прости Господи, ну не из-за того же, что тебя повысят. Ты же не думал о карьерной лестнице. Ты же начинал, ну если ты искренне верующий. Ты начинал служить просто потому, что хотел служить. И вдруг кого-то повысили. И из того доброго, что ты начал, вдруг получается злое. Так не должно быть, братья. Подумайте, в конечном итоге это заканчивается не просто обидой, а тем, что он убивает брата. То есть, когда братья не смогли найти, ну как бы решение проблем. Из-за чего? Ну потому что что-то происходило. Что сделал Авель неправильного? Вообще ничего не делал неправильного. Ну потому что его жертва принялась. Этого жаба задавила, или ну там по-другому назовите это как-то. Поэтому, братья, мы должны понимать, что ну как бы мы не должны сравнивать. Он просто сравнил. А, мое служение оценили, а его служения нет. Или наоборот, мое служение не оценили, а его почему-то оценили. Почему-то пастор вот об этом брате сказал, а об этом брате не сказал ничего на служение. А я еще больше его сделал. То есть, это как в той и с той. Поймите, когда мы начинаем вот это все сравнивать, у нас начинается каша в голове. То есть, и мы тогда начинаем из того доброго, что мы делаем, делать злое. И вот поэтому апостол Павел пишет, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Научиться, благодарить Бога, быть довольным от того, что у тебя есть. Второе, это не завидуйте. Потому что одна из заповедей, которая записана в Библии, это не пожелай чужого. Вы помните, в Новом Завете, в Ветхом Завете это прямо раскладывается. Это исход 20, глава 17, написано, не желая дома ближнего, не желая жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба, ни рабы, ни вала, ни осла, ни всего, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего. То есть, другими словами он говорит, абсолютно все, что есть лучше у твоих соседей, ты не можешь этого желать. Это прямо заповедь, одна из заповедей. То есть, что такое заповедь? Заповедь это то, что исполняет. Но пожелание-то находится внутри нас, правда ли? И что он говорит, разбирайся со всеми этими желаниями. И можно, ну как бы, а можно желать до смешного или как бы завидовать до смешного какие-то другие вещи. Я помню, только начал проповедовать в Баптистской церкви, там, может быть, года два прошло, как я в церковь ходил. И там еще один брат, Василий, поправляясь, то есть, недопонимая, что Василий есть, кроме Василия Доценко, есть еще Василий. То есть, ну, то есть, это Василий, мой друг Василий, с которым мы выросли вместе, это Франчук Василий. И он тоже пришел в церковь, чуть-чуть позже меня. Его тоже поставили на проповедь. Ну, и понятно, что, по-первых, когда ты проповедуешь, ну, волнуешься, там, ну, проповедь никакущая получается. Потом, со временем, у тебя получается все лучше и лучше, и вот смотрю, у него получаться стало все лучше и лучше, и я заметил, как у него хорошо получается, мне как-то плохо становится. Ну, казалось бы, радоваться должен, ну, представь, проповедник поднимается, много людей, которые будут проповедовать. Я понимаю, что жаба меня давит, то есть, ну, ничего сделать не могу, то есть, что, ну, пойти к Василию сказать, ну, как он, скажет, друзья, вот такой ерундой занимается, то есть, ну, как, неудобно вообще. Кому сказать, пастору пойти, пастор скажет, что, дурак, что ли, ну, я не знаю, что пастор скажет, ну, вот я, я уже и молился, и даже пост пытался брать, ну, ну, не берет меня ничего, то есть, ну, как хорошо проповедует, мне плохо становится, то есть, как-то вот давит меня эта жаба, и все. Я уже и молился, Господи, ну, ну, помоги как-то, помоги, я не знал, как Бог может мне помочь, потому что это же внутри тебя, как, ну, ты ничего с этим сделал. И вот однажды мы с ним поехали в Иркутск, в библейском институте учили, ехали в плацкарте, вот на этих боковушках сидели, и уже ночь все спать легли люди, а мы разговариваем, и, знаете, есть такие святые моменты, помазание прямо Божие среди нас, и вот мы сидим, и я думаю, вот самое время исповедоваться. Ну, ну, когда еще, если не сейчас-то, и я говорю, Василий, ну, так и так, так, ну, он так, знаешь, кивает головой, так, сочувственно, понимающий, прямо, знаешь, такие глаза добрые, то есть, ну, я сказал, он говорит, все сказал, я говорю, да. Он говорит, да ты не переживай, я всегда знал, что ты козел. Да чувствую, еще не библейским козлом обзывает, то есть, ну, как бы, потом, позже он слушал эту проповедь, после собрания подходит, не переживай, говорит, библейским козлом. Тебя назвал, то есть, ну, ну, мне легче не стало, сразу скажу, помазание куда-то ушло, ну, вот, я вообще, как-то разговор больше не клеится, ну, думаю, ну, ну, я бы, ну, сказал, ну, Василий, ну, всякое бывает, ты там, хорошо, молодец, что осознаешь там, ну, давай помолимся, ну, а он даже не помолился за меня, то есть, ну, но, друзья, после этого я больше не завидую, как бабушка пошептала. И каждый раз, когда мне приходит какая-то зависть, думаю, ну, ее баню, а. Опять же, ну, как козел себя вести, зачем вот так вот себя вести, покозлячее, думаю, не, я не буду больше завидеть. И с этого времени я радуюсь, когда у кого-то служение развивается, растет, кто-то проповедует очень классно, когда кто-то покупает лучшие машины и дома, то есть, я начинаю радоваться, я перестаю. То есть, ну, как зависть можно заменить только радостью, ты ее ничем больше, это альтернатива или противопоставление. И поэтому, вот, а следующий пункт, который я сказал, научитесь радоваться, научитесь радоваться за те, за братьев, у которых есть успех, не завидовать, не соперничать с ними, а радоваться. Посмотрите, Римлянам 12.15 написано, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Ну, слава Богу, мы с плачущими научились плакать, когда у человека что-то происходит, мы где-то, ну, мозгов хватает, что как-то надо поддерживать человека, быть с ним, молиться за него, ну, по крайней мере, как-то вытаскивать его оттуда. Ну, а когда мы, когда кто-то радуется и приходит, говорит, слушай, Бог так вот благословил, и мы сидим, говорим, ага, Бог благословил, а вот меня не благословил Бог, почему-то его благословил. Ну, друзья, ну, я не знаю, как по-другому, то есть, ну, мы должны научиться радоваться. И я всегда думал, ну, как это вообще? И однажды я слышал, как Попов Олег проповедовал проповедь, и он говорит, знаете, на небесах есть очередь. Я думаю, какая очередь на небесах? Думаю, вот этого здесь еще надоело, эти очереди на земле, а тут еще он про небеса, где очереди есть на небесах. Он говорит, есть очередь, говорит, на благословение Господне. И дальше он рассказывает, он говорит, вот, говорит, когда мы стоим, ну, кто-то получает что-то, зная, что твоя очередь продвинулась на одного человека. Если кто-то в церкви получил машину, получил жену, в конце концов, получил там дом, то есть, значит, твоя очередь продвигается. Вы стояли вообще в очередях, нет? Замечали, когда очередь, вот, ты стоишь, и очередь продвигается, особенно, если такая тугая очередь. То есть, я часто летаю, вот, это мне постоянно хочется обойти очередь. Жена говорит, ты куда спешишь, у тебя времени много. Я говорю, да какая разница, лишь бы не стоять в этой очереди. И знаешь, когда кто-то зависнет там, ты думаешь, ну, когда, ну, чего у него там случилось? А если, когда две очереди, ты не в ту стал очередь. Одна движется, вот ты, в которую встал, она была меньше, она стоит продолжать. Ты вообще чувствуешь, не от Бога, не от Бога это вот вообще все происходит. Думаешь молиться, чего они и молиться об этой очереди, да? То есть, и знаешь, ну, когда этот уходит, тот, который долго стоял, ты думаешь, слава Господу на одного человека. И ты так продвигаешься, так радостно. А когда-нибудь залазил кто-то без очереди? Вот ты вообще ужасный какой-то, ты стоял, по-честному работал с утра фактически, и кто-то хлоп вот так вот по благодати, можно сказать, или по наглости, не поймешь, как он там поступает. Но тем не менее, я обнаружил, когда ты радуешься, твоя очередь продвигается, ты веришь в благость Божия. Ты говоришь, слава Богу, этот получил квартиру, этот дом получил, этот сейчас жилье так снимают очень круто. То есть, я один бомж, ну, где-то вот я вот на подходе, я вот на подходе, раз уже всех почти поблагословили, где моя очередь? Пойми, а если ты не веришь, что тебя благословляют, ты, конечно, говоришь, да не-не-не, это просто вот, знаешь, там, Господь стреляет как-то сверху. Ну, кого попал, того попал. И пойми, когда ты начинаешь недовольствоваться, ну, вот я, это мое убеждение, тебя переводят в конец очереди. Ты как-то давай, как-то, ну, просто радуйся. Точно так же, девушки, если замуж не вышли, но есть ваш суженый-ряженый, или неряженый какой, суженый там. То есть, если кто-то вышел замуж, то есть, слава Богу, аллилуйя за него. Ты скажи, ага, всех разберут нормальных, потом останутся одни ненормальные, зачем мне это? Ну, а твое от тебя не уйдет. Поймите, то есть, научитесь радоваться, правда. То есть, радость, это одна из вещей, которая, ну, благословляет нашу жизнь, когда мы начинаем радоваться с другими людьми. Еще одно, ну, мы должны научиться благодарить. И вот благодарность, она как защищает нас, что ли, вот от этой разъедающей зависти, от разъедающего недовольства. То есть, когда ты не можешь быть благодарным и недовольным одновременно. Ну, нельзя так, вот так не бывает. То есть, ты или благодарный, или недовольный. Посмотрите, что в Фессалоникийцах написано в первом послании, пятой главе. Всегда радуйтесь, 16 стих, непрестанно молитесь, и следующее, за все благодарите. В другом переводе говорится, во всем благодарите. То есть, все, что у вас есть, за это можно благодарить. То есть, за ситуацию, что Бог не оставил. И дальше говорится, ибо такова у вас Божья воля во Христе Иисусе. То есть, оказывается, за все благодарить – это воля Божья. То есть, Бог хочет, чтобы мы за все и во всем благодарили Его. То есть, за все. И я как-то, ну, не до конца понимал, может быть, эту истину. И однажды я прочитал книгу, даже одну главу в этой книге, где говорилось о том, что нужно благодарить. И он пишет такие слова. Он говорит, иногда мы ропщим на Бога и недовольны за то, что Он нам не дал, и так далее. И он говорит, что, ну, Бог не отвечает за то, чего у нас нету. Он отвечает за то, что у нас есть. То есть, если Он чем-то благостоит, это Его благодать. И он говорит, послушайте, братья, то есть, сестры пишут, Бог благословил нас спасением. Мы никогда не пойдем в ад. Вот уже за это можно благодарить всю вечность. И я сижу, думаю, ну, слава Богу, действительно, я не иду в ад. Он дальше начинает говорить о здоровье. Он говорит, есть люди слепые от рождения, кто-то потерял зрение. Если у вас стопроцентное зрение, то есть, или части, уже можно благодарить, вы видите свет. У кого-то есть, ну, не хватает просто одного конечности, руки, ноги там. Если у вас есть все, и я смотрю, у меня руки, ноги, то есть, вообще, живу в квартире, то есть, ну, как бы, у меня хлеб на столе есть. И потом он рекомендует, возьмите, напишите, за что вы можете быть благодарны Богу. И я взял бумагу и начал писать, спасибо, там, Господи, за то, что я спасен и не иду в ад. Спасибо тебе за то, что у меня есть здоровье. Спасибо тебе, что я в церкви твоей. Спасибо, что ты поставил меня в служение. То есть, я начал писать, и оказывается, так много за что. И по мере, как я писал, знаете, что-то начало происходить с моим сердцем. То есть, какие-то изменения начали происходить внутри. То есть, это как оттепи. Я не буду передергивать, я забыл, у кого-то из служителей Божьих, то есть, если не ошибаюсь, Бо Пьянин писал в своей книге, произошла трагедия. Его дочь разбилась в автокатастрофе, когда он был в поездке, причем вот здесь, где-то в бывшем Советском Союзе. То есть, он даже дома не был, он не мог даже на похорона приехать и так далее. И он сильно-сильно огорчился. И человек Божий пришел к нему, и они разговаривали с ним. То есть, он сказал, ты должен начать благодарить Бога. И я, говорит, сказал, ну как я могу благодарить? Я в то время, когда я служил ему, Бог забрал у меня ребенка. Он говорит, я не знаю ничего, я пришел к тебе с посланием от Господа. Ты должен начать благодарить Его. И он уехал. Я не буду называть фамилии, имена, то есть, ну как бы. И он зашел в комнату, он понимал, что это посланник с небес, человек Божий. И, говорит, я встал на колени и сказал, Господи, спасибо тебе. И такая мысль в голове, за что? И, говорит, я по новой сказал, Господи, спасибо тебе за то, что ты спас меня. Он говорит, да, спас, но теперь что происходит с тобой? То есть, он говорит, я понимал, как будто какая-то шизофрения внутри меня, которая разрывает меня на части. Одна сторона соглашалась с тем, что Бог благ, и я должен Его благодарить. Другая сторона говорила, нет. И он говорит, я через силу, час прошел там, ну, потом полтора часа, два часа. И вдруг, я, говорит, сказал, дьявол оставь, я буду прославлять Бога. И я, говорит, говорил просто усилием воли, Бог, спасибо тебе. И все время, как будто фон какой-то, как будто рядом кто-то говорил, не за что Бога благоволить. Он не достоин благодарности. И как будто что-то говорил постоянно со мной. И в какой-то момент, говорит, вдруг что-то случилось, вдруг сломалось внутри. И у меня, говорит, потекли слезы. Я сказал, Бог, спасибо тебе. Я знаю, что моя дочь с тобой сегодня на небесах. Я знаю, что однажды я увижу ее. Я знаю, что все, что ты делаешь, это к лучшему. И настоящая хвала полила. То есть иногда для нас важно переломить вот какой-то момент. Поэтому хвала, она ломает, вот ломает, ну вот всякие преграды. Поэтому если ты чем-то недоволен, когда ты начнешь благодарить, ты поймешь, что гораздо больше за то, что есть, благодарить. Ну и другие вещи. Ну с нами же происходят какие-то нюансы, да? Вот вы живете в семье. Ну да, кто-то ваш супруг, ваш сын что-то делает. Ну какие-то, ну может быть неприятности. Может быть не так, как вам бы хотелось. Но тем не менее вы понимаете, что они не против вас. Это просто какие-то неприятности, которые произошли. В общем-то, все как бы, ну как бы заодно. Бог на вашей стороне. Почему это происходит? Ну по причине, что мы живем не в совершенном мире. То есть есть какая-то тайна, которая будет открыта нам после того, как мы предстанем перед Господом. Но на сегодняшний день мы не знаем, но мы знаем, что Бог дал жизнь нам людям, создал людей. То есть потом Он постарался, приложил все силы, пришел, умер за нас на кресте. Мы оказались в царстве Божьем. И если мы уже досюда дошли, неужели вы думаете, что дальше Он бросит нас? Даже если какие-то ситуации будут происходить с нами. Да нет, конечно. Научитесь благодарить Бога. Я бы хотел, чтобы мы были церковью. Я лично к себе это отношу в первую очередь. Но я хочу, чтобы мы были церковью, которая благодарна Богу. Не церковь, которая недовольна. А научитесь этому, братья. Просто победите это. Если надо исповедаться, исповедуйтесь. То есть если у вас там гордость или зависть или какие-то еще вещи. Боритесь с этими вещами. Само это не уходит. Вы должны будете приложить это приобретение. Поймите. Быть довольным и благочестимым это приобретение, которое выше всего ценит Господь. То есть это в топе Его приоритета. Давайте мы встанем в конце, помолимся. Господь Иисус, мы благодарим и славим Тебя за сегодняшний день. За Твою благость и за Твою милость, Господь, над нашими жизнями. Спасибо Тебе, Господь, что Ты спас нас. Господь, что Ты нашел нас однажды. И, Господь, мы понимаем, что с нами могут происходить какие-то недоразумения, Господь. Но мы знаем Бог каждый раз, когда что-то с нами происходит. Ты на нашей стороне. Ты за нас, Господь. И научи нас, Господь, не сравнивать друг друга. Не завидовать, Господь. Радоваться научи нас, Господь. И научи нас благодарить за все. Пусть вот эта воля, Господь, она исполнится на наших жизнях. И все это просим во имя Иисуса Христа. И да все любящие Господа скажут. Аминь. Слава Иисусу.